Работать на работах, делать какие-то все прочие вещи, просто попутно, что не в этом суть игры-то на Gambit Roleplay. То есть это не просто выёбнутая, что ли, блядь. Само мнение, ЧСВ взлетает до небес, думает. И какой-то там, знаете, игра на Gambit Roleplay, она его, ну, абсолютно точно не исправит никак. Знаете ли, постоянно обновляю какие-то сводки касательно Gambit Roleplay. Постоянно высказываю какое-то своё мнение по поводу всего этого. И находится так много людей, которые со мной не согласны, что это просто пиздец. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я вас всех, как и полагается, всегда приветствую. Вы знаете, у меня на моих вот этих вот всех каналах, возможно, будет даже правильнее сказать, на одном канале, который у меня был до этого, задан Семён на английском. Если олды есть тут, то они, знаете, пустят такую скупую мужскую слезу. Тем более, что не так давно я почистил некоторые видеоролики на канале с Дан Семён на английском. Он брал весь такой, знаете, ненужный какой-то мусорный, неинтересный такой, знаете ли, шлаковый контент. И роликов там вообще не осталось. Ладно, разумеется, я, конечно же, шучу. Ролики там остались. Их порядок, там, я не знаю, 120, 100... В общем, больше 100 видеороликов такого неплохого качества, о которых я бы хотел вам посоветовать посмотреть. Потому что они в той или иной степени описывают, так сказать, время. Какую-то определённую единицу времени того, что вообще происходило в то время в GTA Samp YouTube. Да и вообще в GTA Samp. Да и вообще везде происходило. У меня там было большое количество видеороликов, посвящённых каким-то определённым серверам в GTA Samp. Каким-то определённым темам в GTA Samp, как, допустим, вот когда Павлова удалили канал, и все начали говорить, мол, ой, блин, вот так жалко Павлова, пипец, как сейчас Павлов будет. А я сказал, что наоборот. Этот человек, он мразь, он конченый мерзавец, он гнида. И он заслуживает удаления канала. Он неоднократно нарушил правила Ютуба. Он тупой. Да, конечно же, это не повод удалять канал человеку за то, что он просто тупой. У нас там большинство Ютуба тупые, даже, наверное, более чем большинство. Вообще, ну, практически все на Ютубе, они, а так или иначе, тупые, туповатые и непонятно вообще, какие. В любом случае, советую вам посмотреть ролики с того канала, чтобы больше ознакомиться с моей личностью и вообще понять, кто я такой-то, на самом деле. Вот кто я? Кто я? Вот так вот, если вы задавались таким вопросом, вы зашли ко мне на канал, и такое чувство, что попали на канал к какому-то, там, я не знаю, AC Deep Size или там вроде того. И такие, типа, блядь, да кто такой этот человек? Что он вообще рассказывает такое? Почему я вообще слой? Откуда у него аудитория-то есть такая? Поэтому, если вам все это интересно, разумеется, можете перейти на тот канал, там ролики уже не будут выходить никогда. Я себе сказал, что все, последний ролик не имеет смысла вообще там что-то вот такое делать, как-то там все это продолжить, потому что, ну, все. Оно, ну, оно бессмысленно, абсолютно точно. Поэтому заходите, смотрите ролики, которые там остались, возможно, потом я вообще весь этот канал удалю. Хотя, как такой, знаете, архив видеороликов, это неплохое место для того, чтобы вообще люди ознакомились с моей, вот такой, знаете, биографией, вообще понимали, что я не какой-нибудь там AC Deep Size или какой-нибудь там другой очередной GTA Самп Ютубер. Чтобы все понимали, что я человек с большой богатой биографией и с большим таким богатым Самповским опытом. Если так можно сказать, вот есть жизненный опыт, а есть Самповский опыт вот во всем этом. И у меня вот такой, знаете, большой, огромадный Самповский опыт, но мы сегодня говорим не об этом. Так вот, исходя из всего того, что я могу знать о Гамбит Ролли Плей, я могу сказать, что это неплохой проект, ну, объективно неплохой проект, но на свою аудиторию. Вот лично мне, я заходил на Гамбит Ролли Плей, и я там играл, ну, такое, знаете, не то чтобы большое количество времени, но я там играл. И какое было мое удивление, когда я начал, ну, как на нормальном сервере, там, возить какие-то фуры, там, работать на работах, делать какие-то все прочие вещи, просто попутно, ну, соблюдая правила сервера и отыгрывая свою роль, там. Иногда были откаты, иногда там были еще какие-то вот эти вот все штуки, ну, не важно, это точно, ну, это, это не важно абсолютно. И когда я узнал вообще, что не в этом суть игры-то на Гамбит Ролли Плей, то есть это не просто сервер с адекватным таким, знаете, количеством игроков, со всеми вот этими прочими людьми и так далее, тут просто, ну, типа, мне стало скучно. Потом я опять зашел на Гамбит Ролли Плей, сказал что-то там какую-то фразу, которую нельзя было говорить, блядь, моему персонажу, я про... и меня отправили на ретест, то есть я... меня отправили на ретест, блядь, за фразу... Что-то, по-моему, я отыгрывал какого-то вот этого, знаете, негра, афроамериканца, с вот этой вот всей айпиццы, там, со всего, ну, я думаю, вы понимаете. Я сказал слово, что-то вроде мусора или там, и вот как-то какой-то синоним вот ко всему этому слову, меня отправили за это на ретест. Я тогда вообще охуя говорю, блядь, чуваки, да вы чё, ёбнутые, блядь, за одно слово нахуй на ретест, вы ёбнутые, что ли, блядь. Потом я проходил регистрации людям на Гамбит Ролли, там, своим друзьям, потом этим заинтересовались другие люди и могут также, возможно, мне до сих пор писать с тем, чтобы я им прошел регистрацию на Гамбит Ролли Плей. Проходил я её тогда вроде как за 35 рублей, потому что мне было похуй, я там тестик накидал, какие-то вот эти вот ответики на вопросы сделал, всё мне похуй, я захожу, хочу поиграть. И вот, не так давно я узнал, что Гамбит Ролли Плей оказывается уже на протяжении какого-то определённого количества времени их дудосят. И, понимаете, в чём дело? Гамбит Ролли Плей, он пережил несколько своих вот этих вот всех фатальных падений, когда, ну, просто там, сервак, на серваке даже у ЦП регистрации когда-то не было, просто там, играло три человека и всё. То есть, даже когда открыли вот эту вот всю ЦП регистрацию, когда там зашли вот эти вот все, как они их называют, Ашот и все вот эти вот прочие люди, ты просто типа охуел от всего этого. Конечно же, когда человек вот прошёл регистрацию на Гамбит Ролли Плей, у него сразу такое, знаете, самомнение, ЧСВ взлетает до небес, думает, ебать, да я-то прошёл, я теперь элитарная система всех вот этих вот вещей, я теперь крутой и так далее. Но по факту, ну, он абсолютно точно никто. Он как был каким-то там, знаете, дурачком, Васей, Петей и там так далее, так он им и остался на самом-то деле. И какой-то там, знаете, игра на Гамбит Ролли Плей, она его, ну, абсолютно точно не исправит никак, потому что, ну, он сам по себе, типа, ну, такой себе, ну, типа, блядь, ну, чё вы, вы серьёзно, блядь, ну, типа, ну, зачем, нахуя, для чего вообще? И вот Гамбит Ролли Плей недавно начали дудосить. И дудосили, дудосили их там как-то через какие-то вот эти вот, знаете, новые системы дудоса, которые никак не могли пофиксить и сказали, что всё, блядь, а мы не можем всё это сделать, мы переезжаем на новое оборудование. Вообще, в GTA Sampe в последнее время участились случаи дудос там, то Блэк Рашу дудосу, то Гамбит Ролли Плей. Разумеется, я более чем уверен, что всё это не связано, тем не менее, Гамбит Ролли Плей, но он, ну, я не знаю, кто в 2020 году может играть на Гамбит Ролли Плей. Это просто вот я, знаете ли, постоянно обновляю какие-то сводки касательно Гамбит Ролли Плей, постоянно высказываю какое-то своё мнение по поводу всего этого, и находится так много людей, которые со мной не согласны, что это просто пиздец. Откуда вы, блядь, берётесь, блядь, утихомирьтесь, пожалуйста, успокойтесь вообще, всё, блядь, всё, вы прошли у цепорегистратор, вы молодец, всё, хорошо. У меня нет к вам никаких вопросов, просто, блядь, до меня не доёбывайтесь, зачем вы всё это делаете, блядь, я просто не понимаю. Однако, я хочу сказать вам кое-что вот одно, вот то, что я давно вам всем хотел сказать. Аризона, Ролли Плей Феникс, это сервер, на котором я играю уже, наверное, более 300 дней подряд. Ну, в общем-то, сколько-то там я много сот дней уже играю на Аризона, да-да-да-ба-ба-да, играю там вот, поэтому вы тоже можете туда зайти и сделать все ваши вот эти вот, знаете ли, прочие вещи, которые вам вот будут уместны вообще в вашем случае, или не в вашем случае, да и вообще во многих других случаях. Также в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы тоже можете зайти и со всей этой информацией, как вы понимаете, вы можете ознакомиться, а также вступить в мой телеграм-канал. Там инфа, которой не будет больше, наверное, нигде, там мои какие-то подкасты, там все прочие вещи, поэтому вот так вот мы на всё это можем посмотреть. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше. Ставьте колокольчик и всё у вас будет хорошо, замечательно, а также вы будете просто великолепны, потому что вы, скорее всего, не играете на гамбитру или плей, а игроки, которые не играют на гамбитру или плей, у меня к ним уже есть какое-то своеобразное уважение за то, что, возможно, они играют на Аризона РП, введя мой никнейм в ник пригласившего вас игрока, вот. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем, как и полагается, как и всегда, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok